Это возможность для примирения. Принц Гарри так и не смог поехать на Рождество в Англию. Он не видел королеву Елизавету II с момента похорон принца Филиппа. И за свою короткую июльскую поездку на открытие статуи принцессы Дианы, герцог Сассекский также не имел возможности увидеться со своей любимой бабушкой. Супруга принца Меган Маркл в последний раз была в Британии в марте 2020 года, когда они с Гарри официально сложили с себя королевские полномочия. Эксперты уверены, что предстоящая памятная служба в честь принца Филиппа станет прекрасным поводом для Сассекских вернуться во дворец. Сассекские теперь сами планируют свою жизнь. Они считают, что уехав за границу, они обрели свободу. «Я уверен, памятная служба в честь герцога Эдинбургского, запланированная на будущий год, это возможность для примирения», сказал в эфире ГБ Ньюс британский эксперт Ричард Фицуильямс. На прошлой неделе Букингемский дворец сделал официальное заявление, в котором говорилось, что королева планирует провести службу в честь своего супруга. Королева подтвердила, что служба благодарения за жизнь его королевского высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского, состоится весной 2022 года в Вестминстерском аббатстве, заявил дворец. В день похорон принца Филиппа из-за действующих ограничений, связанных с пандемией коронавируса, на церемонию было допущено лишь 30 человек. Не все родственники и друзья смогли попрощаться с герцогом по всем правилам. Поэтому запланированная служба даст возможность многочисленной семье и друзьям Филиппа отдать дань уважения его жизни. В 2021 году герцог Сасакский заявил, что уже в 2022 году намерен выпустить первый том своих мемуаров. Всего же в рамках контракта на 27 миллионов долларов, который принц Гарри заключил с издательством Penguin Random U.S., должно выйти четыре книги, первая, как ожидается, появится на полках книжных магазинов осенью следующего года. Второй том мемуаров Гарри, как он заявил сам, увидит свет только после ухода в мир иной королевы Елизаветы II, из чего королевские эксперты сделали вывод, ничего хорошего для БКС от откровений герцога Сасакского ждать не приходится. Однако королевский эксперт Ричард Фитсуэлемс считает, что мемуары принца Гарри могут негативно сказаться и на имидже его супруги Меган Маркл, если она все же решит взять штурмом политический Олимп США. В 2021 году герцогиня Сасакская отчетливо намекнула о своих политических амбициях, лоббируя принятие закона об оплачиваемых больничных и декретных отпусках по уходу за наврожденными в США. Она написала открытое письмо Конгресс, а также лично совершила несколько холодных звонков женщинам-сенаторам, требуя поддержать принятие этого закона на федеральном уровне. В интервью изданию Daily Express Ричард Фитсуэлемс утверждает, что мемуары Гарри и общеизвестный факт раскола между королевской семьей и герцогами Сасакскими навредят Меган Маркл, если у нее действительно есть политические устремления. Он заявил, когда выйдет книга Гарри, Меган Маркл, вероятно, придется отказаться от своих планов стать влиятельной персоной в политике США, это очевидно. Мемуары принца Гарри явно не пойдут на пользу взаимоотношениям между Сасаксами и королевской семьей. А Меган, прежде чем претендовать на видное место в политике, следует вместе с супругом исцелить их отношения с фирмой. Гэн Фитсуэлемс продолжил, любой, кто намерен стать политиком или является действующим политиком, должен заботиться о своем имидже. Но если вы не ладите с семьей, причем как со своей так и семьей мужа и общаетесь только с матерью, то это не пойдет на пользу. Да, семья Меган не раз уже подводила ее выставляя в негативном свете. Этот конфликт еще как-то можно понять. Но публике будет сложно понять, почему она не в ладу с королевской семьей, почему между ними раскол. Так что в интересах Сасаксов, особенно герцогини, преодолеть этот раскол и наладить отношения с БКС. И критика королевской семьи, которую, как предполагается, будут содержать мемуары принца Гарри, не пойдет на пользу этому процессу. Как считает Ричард Фитсуэлемс, в политических устремлениях герцогини Сасаксской нет ничего предосудительного. В том или ином роде Меган Маркл всегда была активисткой, начиная с 11 лет, когда обратилась к Хилари Клинтон с требованием запретить рекламу моющего средства дискриминирующую женщину. Переехав в США, в 2021 году она лоббировала принятие закона об оплачиваемом декретном отпуске. Это то, что она не могла сделать как старший член королевской семьи, но очевидно писала членам Конгресса, не как избранное должностное лицо, а как заинтересованный гражданин и мама, это тоже форма лоббирования. Она красноречивый оратор. И самый важный вопрос, который имеет значение, у нее есть полное право на политическую деятельность в США. Меган американская гражданка, она имеет право баллотироваться в Конгресс, хотя пока никто не знает, с какой должности она может начать. Этот путь открыт для нее совершенно легитимно. На открытке с надписью «Счастливых праздников» герцог и герцогини Сасекские сияют, впервые демонстрируя общественности свою дочь Лилибет. Меган скидывает смеющуюся плачущую. Девочку в воздух, рядом улыбается босоногий Гарри в джинсах с дырой на колени, придерживающий сына Арчи, который удивляет поклонников своим ярко-рыжим цветом волос. Однако издание The Sun в незатейливом фото счастливой семьи углядело сразу пять скрытых смыслов. Итак, о чем же пытались сказать миру герцоги Сасекские по версии The Sun? Счастливых праздников. Сасексы решили пожелать всем счастливых праздников, что является американским вариантом британского праздничного поздравления счастливого Рождества. Это показывает, что семья полностью освоилась в своей американской мечте после того, как они переехали в Калифорнию. Кстати, многие заметили, что принц Гарри в своих последних выступлениях начал говорить с американским акцентом, глотая окончание слов и повышая интонацию к концу предложений, чем привел в восторг своих фанатов. Босые ноги Гарри на фото Гарри, Арчи и Лилибет сняты без обуви. Хотя это не является чем-то необычным для малышей в британской королевской семье, не так уж часто можно увидеть снимок, на котором чопорный и правильный член королевской семьи демонстрирует босые ноги. Но 37-летний принц отошел от своих королевских обязанностей и даже хотя и не без сожаления, расстался со своими почетными воинскими обязанностями. Снимок босиком дань пляжному калифорнийскому образу жизни в мире, далеком от костюмов и ботинок в Букингемском дворце. Джинсы семья, кроме Лилибета, она в памперсе, предпочла для праздничного снимка нарядиться в джинсы, а Гарри добавил к ним еще и джинсовую рубашку. Дерзкий выбор намекает на то, что их семья едина в своих вкусовых предпочтениях. Браслет в честь Дианы на запястье правой руки Гарри сразу несколько модных браслетов. Считается, что свой первый браслет из бисера герцог Сасекский приобрел во время поездки в Африку в 1997 году, куда его вместе с братом. Принцем Уильямом увез отец, чтобы мальчики могли успокоиться и прийти в себя после ухода в мир иной их матери, принцессы Дианы. С тех пор Гарри ассоциирует этот браслет с ней и носит его как дань памяти своей матери. Вновь свадебный фотограф пара использовала таланты своего собственного свадебного фотографа, чтобы сделать этот праздничный снимок. Уроженец Великобритании модный фотограф Алексей Любомирский, известен тем, что делает расслабленные естественные и непринужденные снимки как раз такие, какие были сделаны им в честь помолвки и свадьбы герцогов Сасекских. Сам Алексей сказал о своей работе с Сасексами. «Это прекрасная глава в моей карьере и жизни, которой я очень рад и никогда не забуду». Пока и англичане, американцы празднуют Рождество, чета Сасекских решила преподнести миру небольшой сюрприз. Впервые обнародовала фотографию малышки в сочельник 24 декабря. Напомню, что шесть месяцев назад в семье принца Гарри и Меган Маркл появился второй ребенок Лилибет Диана. Для этого сюрприза они подготовили семейную открытку с красивой фотографией, сделанную их любимым британским фотографом Алексием Любомирским. «В 2021 году мы приветствовали в этом мире нашу дочь Лилибет», написала пара в сопроводительном сообщении к открытке. «Арчи сделал нас мамой и папой, а Лили сделала нас семьей». Они также отметили, что в этом году они пожертвуют деньги нескольким благотворительным организациям, включая те, что чтят и защищают семьи. Которые переселяются из Афганистана и фонды для американских семей, нуждающихся в оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком. Читу Сассексих тема оплачиваемого декрета очень волнует. Они хотят, чтобы в Америке семьи с новорожденными были поддерживаемые государством. Видимо, Меган поняла на себе, что дети это тяжело, это тоже работа. И если они действительно добьются улучшения финансовых условий молодых семей в декрете, то Сассекским можно за это поставить памятник. Неплохо еще было бы, чтобы они позаботились не только об американских мамочках, но и про Великобританию не забыли. О том мне так жалко видеть маленьких лялек, которым года еще нет, а их уже отдают в ясли, так как у родителей закончился оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком. Оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком составляет 33 недели. В интернете быстро отметили сходство между их двухлетним Арчи и принцем Гарри. Согласны. Первое, что мне бросилось в глаза – рыжие волосы у обоих мужчин. Про Лилибет тоже пишут, что девочка похожа на своего папу. Пара пожелала всем счастья и благополучия. Примите поздравления с счастливыми зимними праздниками и благополучного Нового года от нашей семьи вашей.